Мир вам, братья и сестры! Я хотел бы, чтобы мы все вместе сказали славу нашему Господу! Мы имеем прекрасное служение в это утро, и я хотел бы прочитать место священного Писания, которое написано, Еремия, 2 глава, 13 стишок. Здесь такое место записано, «Ибо два зла сделал народ Мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». До этого места. Вы знаете, место священного Писания, так оно звучит, может, немножко резко или немножко строго. Есть разный вкус воды, есть разная вода. И вода, которая бежит ручейком или бьет из-под земли, она обычно имеет в себе немножко больше минералов, чем вода, которая течет в реке или в озере. И эту воду порой, когда там большое количество минералов разных, и ее порой называют «hard water», такой твердой водой. Вода, которая имеет меньше минералов, она как бы мягче. И эти минералы, многие из них необходимы для нас, для нашего здоровья. И эти минералы, они называются «содиум», «калсиум», «патасиум», «магнезиум». Различные минералы. И сегодня, может, немножко такая будет твердая вода текти, но я думаю, что это тоже необходимо для нас. Пусть Господь нас благословит. Я работал с одним человеком, и он мне рассказывал, как его жена, она очень чувствительная к воде, и особенно к хлорке, которая в воде, в наших кранах. И он время от времени ездил в Black Diamond, он рассказывал мне там, я ни разу там не был, но о том источнике, который бесплатно, чечет вода, чистая, хорошая. Он набирал огромные бутыля, привозил домой, им хватало это на определенное время, и он опять ездил туда. Вы знаете, что подтолкнуло мне говорить сегодня об этой теме? Об источнике воды живой. И второе – это водоемы разбитые. Несколько дней назад я разговаривал с знакомым человеком, и он мне рассказал одну историю. У них дома есть пони, то есть небольшая лошадка, и они ухаживают за этой лошадкой, они кормят и поят ее. Но он говорит, когда в нашем, вот этот дождливый период в нашем штате, когда идет дождь и не останавливается, на ихней территории появляется очень много луж. И говорит, что интересно об этой лошадке, что, говорит, доколе стоят лужи в нашей территории, она никогда не придет и не будет пить с того ведра, которое я налил ей чистой воды. До того момента, говорит, пока не сохнет последняя лужа, она не придет и не будет пить. И мне эта история очень понравилась, потому что в этой истории я увидел порой иногда и себя. Я думаю, в этой истории порой мы можем увидеть и каждый самих себя. Я не знаю, почему, но это животное, оно не идет и не пьет эту чистую воду, которую наливает ей хозяин. Она пьет то, что падает с неба, то, что порой мутное, грязное, смешанное там с землей, она пьет ту воду. Писание говорит, Еремия, говорит, лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его. И я думаю, Господи, почему в нашей жизни так часто случается? Мы готовы пить с любых источников, с различных луж, мы готовы бегать за людьми, искать и пользоваться всякими ресурсами. И когда мы понимаем, что уже самый последний ресурс, он закончился, самая последняя лужа, она высохла, что у меня нету больше вариантов, у меня нету больше возможностей, и только тогда мы начинаем идти и направлять наши стопы к Господу. Сегодня Сергей читал историю о блудном сыне, как он уже, как американцы говорят, hit rock bottom, упал на самое дно, ударился об самый твердый камень, и тогда он уже понял, что надо идти в дом отца. Вы знаете, в нашей жизни, я понимаю, что мы не блудные сыновья, но тем не менее, в нашей жизни может быть много различных вот этих вот луж, вот этих ям, которые наполняются водой. Но Господь говорит израильскому народу, говорит, что два зла сделал мой народ. Источник воды живой вы отвергли, вы оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Господь мог обвинить свой народ во многих грехах. Он мог сказать, что вы ропотничеки, Он мог сказать, что вы невоздержанные, Он мог сказать много вещей, но Он все это суммирует, и как бы две вещи ставит им в обвинение. Он говорит, что источник живой воды, которым является наш Господь, вы оставили, вы отвергли, вы отошли от Него. И вы начали питаться или пить с тех источников, те водоемы, которые разбитые. В английской Библии там написано «цистерны». Они разбитые, они не могут держать воды. И вы пытаетесь из этих цистерн, из этих водоемов, получить удовлетворение, утолить вашу жажду. Вы знаете, эти водоемы, эти разбитые сестерны, это может быть многое и может быть разное в нашей жизни. Это то, что может удалять нашу жажду на какой-то период времени, может, на короткий период времени. Это может являться, знаете, уважением в обществе. Это может являться некими отношениями в семье. Это может являться нашей работой, даже служением. Те вещи, которые какое-то время могут подпитывать нас, могут питать нас, может удалять какую-то жажду, но придет момент в нашей жизни, когда мы поймем, что этот источник, он иссох. Он более не может, it cannot sustain us, он не может подпитывать нас дальше, потому что он иссох. Порой в нашей жизни, когда это происходит, мы видим это, как будто Божье наказание. Мы можем перевести это, как будто сложные обстоятельства. Мы можем понять это, что Бог гневается и наказывает, но в реальности это милость Божья, когда Господь начинает нас влекти к своему источнику. Это не говорит о том, что Бог забыл нас и безразличен. Напротив, Господь, как сегодня было сказано, Он ищет этого общения с тобой и со мною. Я хотел прочитать еще место Священного Писания, это Судьи, 10 глава, 9 и 10 стишок. «Наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля. И воззыпили сыны Израилю к Господу, и говорили, согрешили мы пред тобой, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». Вы знаете, в жизни Израиля очень много примеров, я просто прочитал одно из них, но если мы будем искать, очень много описывается о том, когда израильский народ, когда он оставлял Господа. И после какого-то времени приходили трудности в их жизнь. Здесь написано, что им было весьма тесно, потому что народы, которые окружали их, они входили в их землю, они завоевывали их города, они налагали на них налоги, они обирали их урожаи, они, может, брали некоторых людей в плен, они делали все, что им было угодно, и израильскому народу приходила вот эта теснота. И каждый раз, когда приходила эта теснота, когда им становилось трудно и тяжело, когда вот эта ига, которую возлагали вот эти цари, когда они выходили войной, и приходил страх в израильский стан, и они понимали, что они уже надеяться ни на кого не могут, что нет человека, который бы помог, нет царей, которым они бы заплатили бы, нет людей, которые вступились бы. И в эти моменты они приходили к Господу с покаянием, и когда они это делали, то Господь являл им свою милость. Когда им было очень тесно, когда им было очень тяжело. Давид в одном из псалмов говорит, что в тесноте моей ты давал мне простор. Вы знаете, как может быть так, когда человеку тесно, когда человеку тяжело, когда его угнетают, и со всех сторон сдавливаются, как бы, тески обстоятельства вокруг него. Вы знаете, в те самые моменты человек, Давид описывает, что он чувствовал простор. Я думаю, простор был духовный, простор был в общении, в присутствии Божьем. Когда вот эти обстоятельства становились тяжелыми, невыносимыми, трудными, когда приходили переживания, проблемы в жизни, Господь становился ближе и ближе. Господь становился дороже. Господь становился более реальный в жизни человека, и он говорит в тесноте, ты давал мне простор. Пусть Господь благословит каждого из нас, когда в нашу жизнь приходят трудности, когда в нашу жизнь приходят переживания, когда, может, все кажется на то, что мы надеялись и уповали, оно под нами как бы рушится, и не становится той опоры, чтобы мы вертались к этому живому источнику, который есть в нас Господь. Ему за это слава. Иеремия в 17 главе, 5 стишке говорит, «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делают своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа». Вы знаете, мы часто в нашей жизни надеемся на наши ресурсы, мы часто надеемся на других людей, мы надеемся на себя, на свои знания, на свои возможности. Господь через пророка говорит, что проклят этот человек, что в жизнь этого человека не придет Божье благословение, когда он пьет из этих луж, когда он делает надеждой, упованием кого-то другого. Но есть благословение для тех людей, которые ищут Господа, которые идут к этому источнику, которые приближаются к Господу, и не только в трудностях, и не только когда тяжело, не только когда уже нету других вариантов, но когда может все хорошо, когда все прекрасно. Пусть Господь нас в этом обильно благословит. Захария говорит, что в тот день откроется источник, дому Давидову, и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Иисус Христос пришел на эту землю, Он пострадал, Он умер, Он воскрес в наше оправдание, Он дал нам это спасение. И я верю, что этот источник, Он открылся для каждого из нас. И в этом источнике написано, что есть омытие грехов и нечистоты, за что слава нашему Господу. Вы знаете, я хотел бы, чтобы Господь благословил каждое сердце, благословил наши сердца, наши мысли, каждого из нас в отдельности. когда в нашу жизнь приходят трудности, когда в нашу жизнь, как нам кажется, от проблемы, когда теснота приходит, когда то, на что мы надеемся, оно начинает высыхать, когда его уже, его не становится. То, что может, кормило и питало нас, то, что давало нам силу и энергии, сегодня уже не стало. Что будет делать тогда праведник? Что будет делать человек, когда вот это все, на что он наделался, его не стало? Вы знаете, пусть Господь поможет нам к идти этому источникам живому, который есть Иисус Христос, который есть наш Господь. Однажды у колодца Иисус стоял, и там была женщина-самарянка, мы знаем эту историю. И там завязалась беседа, разговор, они говорили, она говорила о воде, о той, которая находилась в колодце, а Иисус говорил о источнике, которым являлся сам Он. Вы знаете, сегодня этот источник, он на этом месте. Сегодня он хочет говорить с тобой и со мною. И пусть наши сердца, они откроются, чтобы услышать то, что хочет сказать нам Господь. Пусть наши сердца, наши глаза откроются на тот источник, который есть единственный, живой источник, который течет и не кончается, который течет и не высыхает, который течет. И в этом источнике есть жизнь вечная. В этом источнике есть все для нашей жизни. Потому что Он есть создатель жизни. Он есть Творец неба и земли. Он есть наш Господь. Он есть наш Спаситель. Он хочет иметь это общение с нами. И как хотелось бы, чтобы Божий Дух, Он просто наполнил наши сердца, как эта живая вода. Чтобы мы могли просто питаться, мы могли жить. Эта жажда пришла в народ Божий по этому источнику. Вы знаете, американцы говорят такую поговорку, что лошадь можно привезти к воде, но заставить ее пить невозможно. Этот источник может быть совсем рядом, но мы пить с него должны мы. Жажда должна появиться внутри нас. Захотеть должны мы. И хотя Господь ищет, и хотя Господь стучит, и хотя Господь живет, зовет, и Он среди нас, но нам нужно склониться низко и начинать пить из этого источника. Нам нужно может склонить нашу гордыню, может опуститься низко перед Господом, может признаться в своих ошибках, в своих недостатках, понять, кто мы, понять, что в нашем сердце, в нас есть жажда. Эта женщина, самарянка, она была готова к этой встрече с Иисусом. Она была готова к живой воде. В нее уже сформировалась жажда. И это видно по ее разговору. Когда люди не готовы принять эту воду, когда люди не готовы принять Спасителя, она бы обвиняла этих мужчин в ее жизни. Она говорила, они негодные люди. Она бы обвиняла, может, еще какие-то вещи, обстоятельства. Она бы, может быть, пыталась бы себя сделать правой и сказать, что я хорошая, я правильная, я делаю все правильно. Я не такой плохой человек. Но когда она поняла, что это пророк Божий говорит с ней, она была готова принять то, что он говорил. Она была готова пить из этого источника. Вы знаете, как важно в нашей жизни, чтобы наше сердце, оно было готово принять то, что течет из этого источника. Чтобы наше сердце, оно было готово принять то, что течет из этого источника. Как часто мы приходим на служение, и порой мы слышим слово, или слышим какое-то пение, какой-то псалом. Какие-то слова, может, совсем короткие, приветственные слова братьев или гостей. И это слово, оно просто проникает в наше сердце, оно касается нашего духа, оно может сокрушить нас. Потому что мы готовы были принять то слово, это слово было конкретно для нас. Вы знаете, как хотелось бы, чтобы мы приготовили наши сердца. Что Божье слово, потому что оно есть меч обоюдоострый, оно проникает в сердца, оно разделяет, оно делает свою работу. Но готово ли наше сердце? Открыли ли мы наше сердце? Доверились ли мы Слову Божьему? Доверились ли мы этому источнику, что в нем есть жизнь, в нем есть источники жизни? В нем есть победа, в нем есть, как написано, омытие от греха и от всякой нечистоты. Это есть в источнике, который открылся в Иисусе Христе. Это есть жизнь вечная, которая открылась в нем. И сегодня я хотел бы сказать это. Я хотел бы, может, призвать, и я просто чувствую, как Дух Божий ведет это служение. И может, есть на этом месте люди, которые, может, пили с других источников. Которые искали, может, силу, искали, может, какое-то откровение, искали, может, какое-то слово. Искали, может, утешение, может, поддержки. Искали еще чего-то в своей жизни, но они сейчас понимают, что они искали это не у того источника. Они искали это, может, в книжках, может, искали где-то в компьютере, может, искали в друзьях, в семье, искали в отношениях, в мужа или в жене. Вы знаете, наши отношения, они могут приносить нам огромное удовлетворение, но есть момент, когда человеческие отношения, когда они просто не могут восполнить ту жажду, ту потребность, которая есть заложена в каждом человеке. И если мы будем это искать в человеке, если мы будем искать это в мужа, в жене, в братьях, в служителях, в соседях, в друзьях, мы будем расчарованы, мы будем обижены, мы будем расстроены, потому что есть вещи, которые человек не может восполнить. Есть вещи, которые предназначены, чтобы восполнил только единый Бог. И если мы будем искать, мы затратим много энергии, мы затратим много финансов, как затратила эта женщина, которая была больна. Она потратила все свои деньги, она потратила все на врачей и пришла в худшее состояние. Почему? Потому что эту болезнь ни один из людей не мог излечить. Эту болезнь только мог излечить Иисус Христос. Только Бог. И вы знаете, в нашей жизни есть много вопросов, которые мы ищем, и мы можем приходить к людям и говорить, помоги мне, почему ты не можешь мне помочь, почему ты не можешь сделать так или по-другому, но есть вещи, которые только может сделать Бог. И эти источники, они и сохнут. Эти источники мы можем увидеть, что этот человек, на которого я надеялся, на которого я ждал, которого я, может, приглашал в гости для беседы или так далее, я думал, что придет ответ в этот вечер от этого человека, но ответ не пришел. Почему? Господь это делает в нашей жизни, чтобы последний источник, он иссох. Чтобы последняя лужа, она высохла, чтобы в твоем доме, на твоей территории стала полная пустыня, и тогда будет очень ясно видно один источник. Этот источник Иисус Христос. Вы знаете, когда израильский народ, он и шел по пустыне, они не находили воды многие дни, и в их была жажда, может, пересыхала во рту, может, было dehydration, может, были различные проблемы, связанные с водой. Но когда Моисей ударил по скале, глаза всех людей были обращены на этот источник. На этой скале стоял сам Господь. И это не был источник Моисея, это был источник Божий. И слово Божье говорит, что Божий источник, Божий поток, он полон воды. Вы знаете, сегодня Господь, Он хочет дать это благословение. Господь хочет излить свое благословение, дать свое слово, дать свое помазание, излить силу Святого Духа. Но Он хочет, чтобы перед тем, как это произойдет, чтобы самая последняя лужа в твоей жизни, она высохла. Чтобы самая последняя надежда, она пропала. Чтобы самые последние варианты, они исчезли. И тогда ты можешь прийти к Нему. Когда уже не будет надежды на человека, когда не будет видно никакой иллюзии, никакой воды, только будет ясно и понятно, что этот источник Божий, и Он полон воды, что Он течет. И я только могу утолить свою жажду в Нем. Вы знаете, часто мы обижаемся на Бога, часто мы расстраиваемся, мы молимся и просим, помолитесь за нас. Потому что в мою жизнь пришли трудности. Потому что в мою жизнь пришли переживания. Потому что я иду этой долиной смертной тени. И может страх, может переживания. Но вы знаете, это Господня милость для каждого из нас. Хотя в тот момент оно нам так не кажется. Когда мы проходим долиной смертной тени, когда мы идем этой долиной, этой пустыни, когда мы идем испытанием, когда мы идем, и может кто-то оборачивается против нас. И может, как Давид и шел, и в его сторону кидали пыль и камни. Когда мы идем, нам это не кажется хорошо. Нам это не кажется, что это милость Божия. Нам кажется, это гнев Божий. Но вы знаете, когда мы проходим и находим этот источник, когда мы в пустыне открываем эти источники живые, И там начинает бить эта вода, это Божья вода. Мы тогда понимаем, что это милость Божья, потому что Господь, Он хочет быть Богом в нашей жизни. Потому что твоя и моя жизнь не безразлична для Бога. И ты, как душа, как человек, как личность, цена, огромная ценность в Божьих глазах. И Господь хочет, чтобы ты нашел живой источник. Он хочет сделать контакт с тобой. Он хочет стать твоим, знаете, чтобы питание, чтобы Он тебя питал. Он хочет стать your source of energy, your source of life. Он хочет стать источником твоим, чтобы ты не думал, что ты живешь, потому что тебе тот помог. Он не хочет, чтобы ты думал, что ты такой хороший, потому что ты в хорошей церкви. Он не хочет, чтобы ты такой христианин, потому что обстоятельства такие и так далее. Он хочет, чтобы вся слава была Его именем. Он хочет, чтобы Его, знаете, Его картина, Его образ стал настолько реальным в нашей жизни, чтобы есть что-то доброе в нас, чтобы мы могли сразу сказать, что это Он произвел в нас. Это Он, это не я, это Бог. Вы знаете, Бог есть ревнитель, и Он ревнует за каждого человека. Он хочет, чтобы каждый человек, большой или маленький, молодой или старый, русский или американец, черный или белый, Богу нету разницы. Господь любовью вечной возлюбил тебя и меня. И мы не можем понять Его любовь, мы не можем взвесить, мы не можем оценить, мы просто можем отдаться в Его любовь и сказать, Господи, я Твое дитя. Я не понимаю всего, но я верой доверяю, что Ты, Ты Создатель мой. Мое спасение в Твоей руке. Я не могу сам спастись. Я не могу стать лучшим человеком. Я не могу измениться в моей жизни, только Ты это можешь сделать. И когда вот эти все источники, они и сохнут, когда последняя надежда сгорит, когда кажется уже крах в жизни, тогда вот эта звезда Давида, тогда Господь, Он засияет в нашей жизни намного ярче. Тогда Бог станет видней на наших, знаете, наших картинах, в нашей жизни, в наших вот этих рисунках, которые мы рисуем. Бог станет самым видным, Бог станет самым ясным, Бог станет нашей славой и нашим венцом. Потому что Господь, Он наш Создатель, Он полюбил нас, Он отдал Сына Своего Единородного за каждого из нас. Цена была уплачена за каждого. И мы огромная ценность. Я хочу сказать еще один пример об одном человеке. Он жил в Соединенных Штатах, у него было сотни акров земли. Она досталась ему в наследство, кажется, от отца. И земля была не очень плодовитая, такая, как на Истерн-Вашингтон. Знаете, как одни камни и пески. Она практически ничего не стоила, но их было очень много, этих акров. И этот человек, ему тяжело было платить таксу, налоги на это. Он очень тянулся, ему было финансово тяжело. Но в один день к его дому подъехал автомобиль здоровый, большой трак. И говорят, что мы подозреваем, что на вашей земле, под этими песками, под этими камнями, есть огромный источник oil, crude oil, нефть. Мы сейчас выраем яму и проверим. И будем платить, если там есть нефть, мы будем платить вам проценты. Этому человеку не было что терять. Он говорит, ройте. Как только они пробурили яму, эту нефть не надо было качать. Она сама била просто из-под коры земли. Она потекла галлонами, barrels and barrels. Сотни галлонов в часы шло. Этот человек overnight, за одну ночь, он стал миллионером, потому что полилось столько нефти. И задается вопрос, когда этот человек стал миллионером? Тогда, когда прорыли нефть, я думаю, он стал миллионером намного раньше, когда отец переписал ему имущество. Он просто об этом не знал. Он просто не знал, что он сидит на миллионах и миллионах долларов. Вы знаете, часто мы, христиане, мы дети Божьи. Мы не понимаем, какая огромная цена была заплачена за нас, какую ценность увидел в нас Бог. Он искупил нас, он заплатил огромную цену, чтобы приобрести это поле, чтобы приобрести тебя и меня, чтобы ты стал его владением, чтобы ты стал его ребенком, его дитя. Вы знаете, сегодня пусть Господь благословит нас. Я хотел бы закончить свою проповедь призовом. Если есть на этом месте люди, которые понимают, что это слово для вас, это служение сегодня для вас, что Господь начал говорить вам, может, в самой первой проповеди. И Господь стучит в ваше сердце и говорит, что это ты, тот человек, который, может, надеялся, искал, бегал, просил, искал помощи, что сегодня твой день. Если в твое сердце пришло осознание, и ты готовый к этой молитве, ты даже можешь выйти вперед. Нема разницы, молодой ты или пожилой, мужчина или женщина, если ты понимаешь, что сегодня этот источник, он открылся к тебе, и ты готовый пить с этого источника. И если ты почувствовал в твоем сердце жажду по этому источнику, и ты хотел бы напиться из него, сегодня твоя возможность. Я хотел бы молиться о таковых людях. Давайте мы склоним наши колени. Если есть такие желающие, хотели, чтобы за них особо помолились, вы можете выйти вперед. Мы будем молиться. Аминь.